Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, Скотт выпустил новое обновление на ФНАФ 4, и вы меня просили о нём рассказать. Я не очень понимаю, зачем каждое обновление озвучивать, но ладно, коль вы попросили, мне в принципе не трудно. Ещё больше увеличил громкость дыхания для тех, у кого всё ещё проблемы. По моему мнению, проблема в том, что многие люди не слушают у двери достаточно долго. Дело в том, что есть некоторые паузы между вздохами. Некоторые паузы имеют длину в 1-2 секунды, так что только если вы слушаете 1 секунду, этого может быть недостаточно. Так вот, попробуйте слушать 3-4 секунды каждый раз, когда вы подходите к двери, и тогда вы поймёте, есть там аниматроник или нет. Для тех, кто всё ещё не понял, дыхание звучит, словно кто-то дышит в микрофон. Я надеюсь, что теперь вам это понятно. Итак, в обновлении 1.0.1 он просто увеличил громкость дыхания, ну и плюс пояснил, как нужно вообще играть в эту игру. Я удивлён, что многие ещё не поняли, потому что я часто вижу комментарии, мол, «Я не прошёл первую ночь!» На самом деле, игра достаточно простая, хоть и страшная, так что для меня чуть-чуть странно. Ну и плюс, Скотт выпустил второй патч, 1.0.2, где просто написал «маленькие исправления багов». Так вот, в прошлом видео я вам говорил, что, возможно, в одном из таких обновлений он и обновит сундук. Возможно, он даже не напишет об этом здесь. Мы об этом даже не узнаем. Он выпустит какую-нибудь версию 1.05, да, 1.06. Там напишет в описании, что, мол, «Я поправил парочку маленьких багов, теперь должно быть всё хорошо». А на самом деле, кроме этого, он обновит сундук. И человек, который в очередной раз пройдёт ФНАФ, седьмую ночь, увидит не закрытый, а открытый сундук. Да, я знаю, вы можете сказать, но ведь Скотт обещал выпустить DLC 31 октября. Нет! Он написал, что он 31 октября, скорее всего, не выпустит DLC. Так что DLC выйдет в другой день, кроме 31 октября. А если вообще выйдет, возможно, Скотт так и оставит этот сундук закрытым, просто фана ради, чтобы народ гадал, что в нём. Потому что это достаточно в стиле Скотта. Но, конечно, не стоит забывать и про мой вариант, что он может выпустить обновление в одном из патчей. И может сделать это достаточно тихо и аккуратно, чтобы пользователи даже и не догадались, что именно тогда и вышла наша DLC. Ну ладно, ребята, на этом всё. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока-пока. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok